В принципе, все привычно, все уже стало традицией. Есть просто одна особенность именно этого сезона, на которую я просил бы обратить ваше просвещенное внимание. Дело в том, что именно в этом году у нас будет 150-й выпуск Московской консерватории. Эта цифра недавно уже всем, так сказать, примелькалась, поскольку 150-летие самой консерватории мы отмечали, а вот в этом году 150-й выпуск. И вот это и есть то самое обстоятельство, которое отражено в тех программах, в тех событиях, которые проедут во всех залах консерватории, вот начиная с сегодняшнего дня. Иными словами, мы хотели, чтобы украшением этого сезона были те имена, которые изначально связаны с Московской консерваторией, то есть выпускники Московской консерватории в разных поколениях. Вот сегодняшний концерт уже этому свидетельствует, и я не буду на нем говорить подробно, поскольку уже у вас есть эта информация, но просто хочу, может быть, обратить внимание на то, что присутствие виртуозов Москвы, вот того ансамбля, который так любим публикой, это фактически целиком или почти целиком выпускники Московской консерватории. И так получилось, что именно вот этот коллектив, как подарок Владимира Гадоровича Спивакова, которого сейчас самого в Москве нет, но он мне звонил из Парижа и как раз говорил о том, что вот это то самое, что хотелось преподнести Московской консерватории на старте ее концертного сезона. Но и в дальнейшем, собственно говоря, вот тот фестиваль, который начинается у нас, звездные Московские консерватории, это прямое продолжение, но тут уже распространяющиеся на другие, также концертные залы. И в течение сезона также очень много будет у нас таких приглашенных выпускников, которые рассеяны уже по всему миру, и, соответственно, будут прекрасно рады принять участие в этом празднике. Ну, а финал этого праздника, это, как всегда, выпуск, выпускной вечер и вручение медлогов, и тот самый концерт, который всегда украшает финиш нашего концертного сезона. Опять же, есть особенность, связанная с тем, что в этом году, то есть в будущем календарном, в этом учебном году, мы работаем по сокращенной программе, то есть у нас все завершится сессией на месяц раньше, и за конкурсы Чайковского. Это всегда бывает, когда проводится конкурс Чайковского, всегда учебный процесс несколько сокращен. Ну, и, соответственно, и тот концерт также пройдет раньше, не в июне, а в май, к чему, собственно, заранее привлекаю ваше внимание. Вот, ну, это первая такая преамбула, собственно говоря, остальное связано с тем, что уже будут комментировать мои друзья, коллеги. Мне очень приятно, что у нас есть на самом деле такие новации не с чистого листа, не с белого листа, а как продолжение тех уже традиций, которые укоренились достаточно давно. Ну, в частности, вот новый конкурс композиторов, который сегодня будет презентован. Собственно, слово «новые» есть даже в названии, «новые классики». Это, по сути дела, новый шаг в том направлении, которое уже сделано давно, и, собственно говоря, было обеспечено существование двух композиторских конкурсов. Один – конкурс имени Гюргенсона, а второй – это конкурс самой Московской консерватории, который тоже международный, который тоже уже имеет достаточно давнюю историю. И вот возникла идея некой интеграции и, соответственно, придания некоторых новых интенций вот этому очень важному для нас конкурсу, который объединяет уже в данном случае и тех, кто пишет для широкой публики, и тех, кто более ориентируется на подготовленную аудиторию. Время пришло объединять эти две магистрали. Поэтому вот об этом также пойдет речь. Ну и третье, о чем также сегодня мне очень приятно говорить, как о укрепляющейся традиции, это о новой выставке, новой художественной выставке, которая расположена в фойе. Уже несколько лет мы этим занимаемся, и публика очень отзывчива на эти дополнения концертной программе. И в данном случае вот новая экспозиция замечательная – это жест, который делает наш друг, член Попечительского совета Московской консерватории, Михаил Григорьевич Сосонко. Это часть, небольшая часть его коллекции. Ну вот все это, то, что я пересчитал, Сосонко будет в этом комментариях моих коллег, которые здесь за этим столом. В Московской консерватории существует довольно большое подразделение, посвященное современной музыке. Вопреки, к сожалению, мнению широкой прессы, что консерватория ассоциируется, когда консерватория ассоциируется только со словом консерватист, я бы сказал, что, может быть, наиболее широкого, так сказать, работа в области исполнения пропаганды, обучения современной музыки не только в Москве, но, может быть, даже прямо в Москве в России проводит Московская консерватория. Я не буду сейчас перечитать, вы можете зайти на сайт, посмотреть, что происходит. У нас есть и центр современной музыки, есть и кабеля специальной современной музыки. Это далеко не в каждой немецкой консерватории есть. У нас есть ансамбль, то есть камерный оркестр, студия новой музыки. Могу сказать, что даже самых богатых версий, как англоязычник, такого ансамбля нет. Они позволяют себе иногда приглашать, там, допустим, в Гарвард, они приглашают ансамбль на, условно говоря, с экзаменом. Такого систематической работы там нет. Так что в этом отношении Московская консерватория уникальна. Я хочу, вот именно в посетитель прессы, не специально музыкальной, да, более широкой, подчеркнуть этот факт особенно. Могу сказать, что 90% ныне здравствующих классиков в современной музыке российской и европейской и американской исполняемых именно здесь, в консерватории. Не только, как многие широкие прессы считают, что, скажем, какие-то альтернативные залы, на альтернативных площадках там тоже, в том числе мы там тоже выступаем, но это проходит именно здесь. За ансамбль в этом году еще один юбилей в консерватории, в этом году ансамбль и студия новой музыки исполняется 25 лет. Для оркестра современной музыки это очень почтенный возраст. Вот, тем не менее, мне кажется, что наша программа выглядит весьма молодая, не выглядит, а действительно очень молодая. И у нас тут запланирован довольно-таки интенсивный сезон с интенсивными программами, одним из главных событий которого станет конкурс, который мы проводим совместно с фондом «Моброй классики», как вы видите, рождается вот этот вот первый конкурс Московской конферватории для молодых композиторов. Ясно сказать, что в мире довольно много таких конкурсов. Последние годы в России, в Москве, в частности, их стало тоже много, даже, можно сказать, очень много. Только в этом году я состою уже трех конкурсов, и иногда возникает такое впечатление, что не хватает самого, так сказать, молодого композиторского материала, чтобы, разумерно, распределить на эти конкурсы. Наш конкурс, мне кажется, выделяется сразу несколькими очень важными особенностями. Во-первых, он международный, где много говорится о глобализации современного мира, и, мне кажется, очень важно с самого начала, с первого курса воспитывать композиторов таким образом, чтобы они изучали, во-первых, глубоко укоренять свои традиции, а во-вторых, чтобы они учились вот этому импульсу такой инновации. И на уровне международных конкурсов сразу понятны, насколько мы конкурентоспособны. Я могу сказать, что молодая молодежь есть очень конкурентоспособная, она немножко разбросана по-разному, так сказать, рассредоточена, расструктурирована, и я очень надеюсь, что мы ее соберем здесь, в разуме нашего международного курса. Это первое, даже, может быть, не самая главная особенность, а, может быть, уникальной чертой этого курса является тот факт, что он посвящен сразу двум, можно сказать, внешним, и не только внешним, противоположным номинациям. С одной стороны, это авография музыка для ансамбля, это довольно-таки такая кирпуссовная номинация. С другой стороны, номинация, которая никогда не была нигде в мире, представлена в одной, так сказать, структуре, в одном формате с вот-самбляной музыкой. Это так называемая популярная музыка. Под популярной классической музыкой можно проявить все, что угодно, да? Можно понимать, от раннего джаза до позднего рока, до рэпа, все штуки. Мы сознательно никак не ограничиваем стилистические, так сказать, стилистические особенности наших голосов. Вот что прижмет, то и прижмет. Судить, ну, в общем-то, я даже должен сказать, что это довольно рисковное занятие, и я на сто процентов не уверен в успехе. Потому что, как вы знаете, со времен, ну, как минимум, не знаю, Адордо, или, может быть, даже с 30-х годов, в мире существует очень строгое не просто разделение, а даже противопоставление, я бы даже сказал, враждебное противопоставление высокого, да, вот тем, чем мы занимаемся, в консерватории, высокого, высокого искусства, и популярного. Иногда это, скажем, быстренько, Адордо, это принимают просто какие-то, какие-то там воинственные черты, да, там, китча, авангард, это вот именно сразу выкручивает. Хотя при этом нельзя не вспомнить, нельзя не заметить, что существует и другая такая тенденция, вдущей от 60-х годов, и сегодня, в этом может быть, еще в большей степени, а именно попытка композиторов популярных работать с авангардными средствами и, наоборот, композиторов авангарда работать с, как бы, популярными средствами. Ну, я не знаю, таких самых известных примеров, можно вспомнить, там, я не знаю, весь Симфония Берио, да, где написано в 68-м году, в 65-м году, в участие, которое принимал, естественно, синхронический оркестр, плюс популярный тогда моднейший тогда ансамбль вокальный свиндун-синверс, да, которые такие джазированные пели бах. И до сегодняшнего дня. Сегодня, так сказать, в нашей эпоху постпомпозиторизма таких экспериментов еще больше. Но все-таки никогда и не сопоставлялись в условиях одного мыска. Это очень рискованная затея, посмотрим, что из этого получится. Это вторая особенность. Третья особенность, тоже очень важная, как мне кажется. Мы стараемся привлечь для международного конкурса действительно, так сказать, жюри, состоящая из топ-композиторов в нашей современности. Если вы посмотрите хотя бы список, который дан здесь уже в жюри, то вы обнаружите, здесь Тристан-Бурай, когда-то начальник, основоположник, можно сказать, одного из ключевых направлений в мусульстве конца 20-го, в начале 21-го века, так называемая спектральная школа, которая получила распространение во всем мире, не только во Франции, это построено специальный институт Иркан, но и в Америке, где многие французы в искусствии Иркан преподавали, и вот еще там Викторай недавно преподавал, в Колумбию, в Университете, и в Скандинавии, в Англии. То есть это одно из таких ведущих направлений сегодняшнего языка в Англии. И это, конечно, ну, можно сказать, просто классика, уже эмблема. Одна из эмблемов, современный русский. Далее, я начинаю с наших гостей, иностранных композиторов, по нам, это нашим, своим, очень простым. Иван Фидели – это один из самых известных итальянских композиторов, директор музыкального, музыкальной части Венецианского биеннаги. В Венецианской биеннаги. Надо сказать, что в Венецианской биеннаги мы все присвоим, да, в области физуальных, архитектуры, музыки и в кино. Это довольно экспериментальная площадка, где вы можете увидеть, услышать и инсталляции, и конфоренции, и херенг, то есть все, что угодно. Очень открытый, очень известный композитор и куратор многих проектов в мире. У нас будут еще иностранные участники, которые, так сказать, в большей степени будут ответственны именно за то, что называется популярной музыкой. Пока с ними ведутся переговоры, как вы понимаете, это люди из коммерческого мира, скажем прямо, у них графики расписаны до конца жизни, их можно даже до двух, так сказать, жизней. И мы видим переговоры сейчас с некоторыми очень крупными композиторами, посмотрим, что еще можно назвать, пока не поставлены точек. Наконец, конечно же, кого в первую очередь должны пригласить, это Эдуард Артемио, который известен как, так сказать, формулы трофических композиторов и как композитор блестящей. Например, кино и прикладной музыки игра с автор фильмов Тарковского церковного церковного никогда не прибирал в музыку Артемио, что он так делал. Кто брал картинку и стопроцентно не верил. Так что вот такой вот состав участников у Шери, мне кажется, он и в смысле стилистического, и в смысле, так сказать, национальной культуры, на мере этого разные страны, дает более или менее, насколько только возможно, объективную картину сегодняшнего музыкального мира, и это должно обеспечить объективное, так сказать, судейство в этом очень необычном, очень рискованном фонде. Цель нашего фонда это поиск поддержки молодых композиторов по всем регионам России и не только России, но и за рубежом. Вы знаете, мы любим музыку и тех, кто создает эту музыку. Но мы хотим, чтобы, вот я уже говорила вашим коллегам сегодня, чтобы на второе свидание молодые люди приглашали своих девушек в Московскую консерваторию, а девушки с радостью принимали это предложение, и они прекрасно проводили время. Что же касается самого конкурса, то здесь, я считаю, еще важным моментом, я считаю, важно обратить на это внимание на образовательную программу Школы Номой Классики. Мы пошли в рамках термозавательной программы от потребностей молодых композиторов. Мы не будем учить, как писать музыку. Мы будем помогать им научиться позиционировать себя в социальных сетях. Мы поможем им с бренд-менеджментом. Мы расскажем им, как вести приговоры с продюсерскими центром и с ними работать. Как работать в киноиндустрии. Мы объясним, что такое авторское право. Ну, конечно, я думаю, что вы должны документировать в этот раз в день образовательной программы, да, чтобы подробнее про это добавить. Потому что, мне кажется, это очень важно. И такого еще никто не делает. И это очень уникально, что у всех есть возможность приехать из ребенка, подать свою заявку на участие, пройти конкурсный отбор. Участие в нашем конкурсе абсолютно бесплатно. И это важно. Те 10 победителей, которые пройдут в очный этап, они приедут за счет организаторов сюда. Это тоже важно, потому что у всех есть возможность, к сожалению, даже доехать до Москвы. Около 120 человек будут иметь возможность, но также, говоришь, на корпусной основе, принять участие и в нашей образовательной программе, да, повысить свои навыки, повысить свои компетенции и чему-то научиться. соответственно, что еще важно? Мы хотим сделать классическую музыку угодной. Мы хотим, чтобы все понимали, что это классическая музыка, понимали, что они слушают, образовывались в этом ключе. Поэтому мы создадим большой информационный ресурс и большой ресурс, на котором, я надеюсь, мы все будем знать наших молодых композиторов в лицо. Спасибо.